Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в Турине находимся. Приехали мы на Евровыезд. Сегодня понедельник, завтра Локомотив играет с Ювентусом. Постараемся посетить два матча и молодежку и основу. Билеты все взяты. По идее, ничто не может нам помешать. Первое ощущение от Турина. Город такой абсолютно не итальянский. Больше похож на какую-то центральную Европу с большим количеством индустриальных зданий. Их пытаются как-то озеленить. Везде какой-то плющ и прочая красивая цветастая растительность. Но тем не менее, все равно ощущение, что мы где-то в предместях Праги или Братиславы. У меня к Италии очень однозначное отношение. Я никогда не любил итальянский футбол. Итальянский футбол для меня это какая-то очень скучная вещь. Никогда не был ни поклонником Ювентуса, Милана, Интера, Ромы и прочих вещей. И даже когда Руслан Нигматуллин уехал в Верону, я все равно не смог заставить себя следить за итальянским футболом. Собственно, так и от всей страны у меня было ощущение. Мне всегда хотелось попасть в Англию, в Испанию, объехать какую-нибудь там центральную Европу. Но в плане Италии никогда не было ощущения, что вот-вот хочу прямо в Италию. Но однажды, два года назад, мы попали все-таки сюда и объехали Рим, Флоренцию, Венецию, Римини, Сан-Марина и такие прочие города. Да, в Сиене побывали. И я полюбил эту страну. Оказалось то, что каждый город абсолютно не похож на другой город в этой же самой стране. Рим не похож на Флоренцию, Флоренция не похожа на Венецию, Венеция не похожа на Сиену. И все они как будто государство в государстве. Все эти города абсолютно не похожи друг на друга. И их прикольно изучать, ходить и узнавать характер этого города. Мы не были на севере Италии, вот где мы сейчас находимся, Турин и Милан. И эти два города, собственно, за эту неделю я планирую изучить. Поэтому эти ощущения для меня тоже будут новыми. Но вот пока ощущение, что север Италии это опять что-то новое. Абсолютно не похоже ни на Рим, ни на Флоренцию, ни на Венецию тем более. Но пока это похоже на другие города, в которых мы уже бывали. И чего-то прям каким-то духом Турина, Милана мы еще пока не прониклись. Но мы пока только идем к центру города. И оттуда тоже, наверное, я еще что-то поснимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо с этого? Тебя не хватало, тебя ждали, ребята! Давай, 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 давай! Молодцы! Нормально! Ничего себе! Горать! Хорош! Ну такой пеналь же, откровенно говоря! Сухи, но с нами! Поставлял уже, знаете, что-то не было. Ну, можно что-то, но он больше набежал. Мне бы казалось, что Лидса вообще в стену убил. Как там? Молодой, ну он саженчик сделал и ему в сторону порта поставил. Там без рук, без всего. Ну да, вообще жесть. То Сулик сам будет бить? Ну, не знаю. Чуть сердце не остановилось, брат! Все поправил, не знаю, что вам не нравится. И об этом завтра напишут в газеты, да? Сулика есть незабитый пенальти к спорту. Все, поменяли, Петухов будет бить. Петухов штатный пенальтист. У него в нормальном пенале. Парни, если забьет хором, 7 раз объявляю. Что? Автора гола. Илья Петухова, будущий капитан локомотива. Давай, 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 Илья. Ооп, залей! Хорош! Молодцы! 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 Дальше парочку! Лучше и просто. Молодцы! Красава! Красава! Лучшие! Красава! И мы здесь! Красавцы! Йоси, молодец! Паша! А самый лучший коллектив! Это наш локомотив! 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 Красавцы! Спасибо! Я просто смотрел и в лишний раз я просто убедился, что когда правильно играют, соответственно, проявляя характер, умения и все остальное, то наши футболисты актуальны. Возвращаясь к тому, что мы видели год назад спорту, вы говорили, что футболисты чуть быстрее, чуть мощнее наших. Сейчас, по сравнению, когда мы сравниваем с Ювентусом и видим, что Локомотив сильнее, чем Ювентус и по игре, и по индивидуальности. Я думаю, это заслуга Локомотива, что у нас сейчас подобрались те мальчишки, которые у нас есть. И, соответственно, наша задача, то, что я сказал, надо добиться, чтобы они поверили в себя. Умения хватает, но нам еще есть к чему идти, потому что надо еще более требовательно, профессионально к себе относиться в плане роста игрока. И если мальчишки сделают здесь еще один скачок, то мы получим у довольно-таки плохих игроков. Можно тогда немножко вопросов по индивидуальностям? У нас в чемпионате России в молодежном первенстве часто играет Черняков в основном составе, как лидер команды много забивает. На юношеской лигу его постоянно выпускают либо в запасе, либо сегодня вообще не выпустили. С чем это связано? Это ни с чем не связано, просто на этой позиции сейчас. Кто у нас играет, он просто на данный момент, на данный момент, просто сильнее, чем на данный момент. Но Даня игрок с хорошим потенциалом, он должен сделать выводы, мы на него рассчитываем. В любом случае, просто ситуация так сложилась, что сейчас мы не сделали. Но мы на него надеемся, что он нам покажет и, соответственно, сделает движение именно в европейском. И вопрос по нападающим. Здесь у нас в юношеской лиге играет Сулейманов, есть еще Хлынов, который выходит периодически. Турищев постоянно играет в юношеской лиге. Тоже с чем это связано? Когда он выходит за молодежную команду, кажется, что он готов играть. Но при этом на юношескую лигу UEFA его, например, вы вообще не ставите. Ну, наша задача развивать игроков, поэтому сейчас мы развиваем по темным этапам. Каждый этап сейчас готов. Сейчас у нас хорошие мальчишки и хорошо, что у нас есть такие турниры, где мы их можем прокручивать, где они могут играть и развиваться. На данном моменте так, но мы все равно на них надеемся. То есть ребята, которые у нас есть, мы стараемся их развивать. И многое зависит уже от них. Еще вопрос, который меня немножко беспокоит. Юношеская лигу UEFA здесь можно на поле выпускать трех игроков 2000 года рождения, насколько я помню. У нас стабильно не больше двух. У нас просто нету кого еще выпустить. Не дают кого еще выпустить или те, которые 2001 сильнее? Нет, мы изначально просто уже выбрали путь, что определили людей, которые двигаются с нами. И, соответственно, команда должна идти и развиваться. У нас есть ребят, у нас есть же команда Казанка, где они прогрессируют. Поэтому в любом случае мы сейчас говорим о том, что мы развиваем ребят вне зависимости от турнира. Просто Лига Чемпионов дает больше всплеска и больший взрыв наверх игроков, потому что здесь игры совсем другого уровня. Не получается так, что не хватает футболистов? Например, в линии нападения есть Сулейманов 2000 года, а следующие это ребята 2002, которые их просто банально задавливают, большие защитники габаритные. Ну, здесь же, как я сказал, дело времени, поэтому в любом случае мы должны правильно вести мальчишек, которые моложе, которые у нас есть, они с большими задатками. Поэтому работа в команде такая, что у нас еще есть нападающие, соответственно, где-то травму выбивают из клеи, где-то, соответственно, не так готов на данный момент. Поэтому эти моменты есть, ну и мы стараемся именно сейчас, вот именно те игроки, которые у нас есть, все-таки более обеспечить игровую практику. Потому что игрок, когда тренируется, играется, он растет, а если он тут тренируется, не играет, поэтому здесь сложно развиваться чисто в игровом плане. Хорошо, какие цели на эту Лигу Чемпионов? Есть ли какие-то планки, с кем хочется сыграть и что дальше? Ну, я скажу то, что нам просто вообще повезло, потому что мы всегда говорим, там, такой-то клуб, такой-то. А вот сейчас у нас появилась возможность сыграть, да, по определению с грандами европейского футбола, именно вот ближайший резерв, и поэтому было интересно соревноваться. Какие-то задачи. Конечно, мы хотим каждую игру выигрывать и двигаться дальше, потому что чем дальше, тем интереснее. То есть победа в юношской Лиге Ифа для нас не... Почему? Победа всегда. Победа нужна всегда. Если мы говорим то, что мы только будем играть симпатично, но не выигрывать, это полная ерунда. Цель есть такая, туда попасть. Конечно. Цели должны быть всегда. Короче, развалили мы эту туринскую помойку 2-1, уверенно, с каким-то левым пенолем, с какой-то фигней пропущенной в очередной раз Ботнарем, но в целом, ну, очевидно было, что локомотив сильнее, чем Ювентус. Я вам всегда говорил, да, что наша молодежка, особенно вот этот вот возраст, смесь 2001-го, 2002-го и немножко 2000-го, да еще и с Добриной Мишаткиным, это просто взрывоопасная смесь. Они реально могут очень далеко пройти. Если бы, если бы тогда на 93-й минуте с Мадридом мы не пропустили Галешник, я бы на самом деле думал то, что большая часть попута без группы уже сделана, а так придется еще, конечно, серьезно постараться, обязательно обыграть Байер дома, обязательно зацепить очки с Турином дома, ну, с Мадридом на выезде как получится, но и с ними тоже можно играть. Мы находимся на самом деле не в Турине, где-то 6 километров где-то от Турина, и окрестности тут, мягко говоря, не самые красивые. Турин, как я уже несколько раз успел сказать, он похож на центральную Европу, такой район Бутова, немножко облагороженный, ну, центр красивый, безусловно, но в целом так себе. Но это еще и мы уехали из Турина. У Ювентуса, видимо, нет денег, чтобы построить себе обычное поле внутри города, рядом там со своим основным стадионом, чтобы нормально молодежку свою, матчи своей молодежки проводить. Поэтому приходится ехать черт знает как, и мы сюда добирались на автобусе, ну, посмотрели по гугл-картам, как надо ехать нам с двумя пересадками. И последний автобус, который должен там буквально 10 минут нас везти, но при этом как раз вот именно от Турина до вот этого городка, где мы находимся, он не приехал. Точнее, как потом мы выяснили, на этом автобусе просто нет никаких опознавательных знаков. На нем написано «Нон-сервисо». На втором автобусе мы уже, ну, типа, прошло где-то 30 минут, уже должен следующий подъезжать, поэтому мы каждый автобус опрашивали, где вы не едете ли вы до тренинг-центра Ювентуса. И вот автобус, на котором написано «Нон-сервисо», вдруг сказал «Да, да, конечно, Ювентус-центр, конечно, а что вы спрашиваете, не очевидно ли что ли?» В итоге мы опоздали на матч, но пришли к самому первому голу Петрова, ну, а потом все, что мы видели, это то, как мы волтузили Ювентус, да, без особых моментов, но и у наших ворот не было вообще ничего. Это круто. Теперь мы возвращаемся немножко обратно в Турин, возвращаемся домой и уже выдвигаемся на стадион. Времени, на самом деле, осталось не так много. Только завтра, только завтра будет уже не так много. Времени, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Который указан в наших билетах, ну что логично в принципе Сейчас попробуем зайти на сектор Здесь довольно жесткая пропускная система Но учитывая, что мы все-таки не на гостевую трибуну идем Буду надеяться, что сильно жестить тут не будут Проход, билеты сверяют с паспортом Итак, мы на территории стадиона Блин, еще кордоны По количеству кордонов они уверенно опережают Россию Здесь все строго и непонятно Так, ну и теперь ищем 216-й сектор Сейчас я вам покажу стадион Не очень удобно все Вот, Alien Stadium Довольно красиво, прямо скажем И в нужных цветах 213-214 Здесь уже посвободнее Огромнейшая площадь Опять же, в Турине Постоянно идут дожди Поэтому здесь лужи на этом бетоне Но в целом После того, как зашел на территорию стадиона Здесь, конечно, уже свободно перемещаешься И Вон, даже пункты пищи абсолютно свободны Нету никаких очередей Нам дальше, 16-й Ты все еще хочешь кушать? Нет, это привычка И очень скользко Какие-то тут еще звезды Анджело де Ливио Фабио Капелло Этого парня мы знаем Тренировал сборную Итак, 216-й сектор наш Посмотрим, как все это выглядит Наш сектор В красно-зеленых тонах Это, в принципе, цвет плака Италии Но здесь на шиске На чехлы На сиденьях Которые, судя по всему, наши приготовили Потому что, ну, вот я вижу, что конкретно внизу Красные и зеленые чехлы Ну и второй ярус тоже будет за нашими Там тоже есть флаги В общем, мы недалеко от наших сидим Но при этом, смотрите, какой у нас вид на поле Видно Видно шикарно Не зря я люблю вторые ярусы Здесь круто Когда покупали билеты, к сожалению, нельзя было выбрать места Я бы, наверное, сел чуть поближе все-таки Чуть поближе к полю Но, тем не менее, даже отсюда все прекрасно видно До матча остался примерно час И по-другому, ну, сезону, веку 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...